У европейских налоговых, практически во всех странах Европы, есть одна такая очень страшная для всех налогоплательщиков штука. Европейские налоговые во всех странах, они приходят не сразу. Вы подаете налоговую декларацию, платите налоги, думаете, что у вас все хорошо, но проходит там 3, 5, 7, 10 лет, в зависимости от страны, опять же, и к вам приходит налоговая с так называемым уточнением. И у вас есть определенное, как правило, это небольшой промежуток времени, но, допустим, здесь в Испании этот промежуток равен 10 дням. Чтобы отчитаться перед налоговой, вот давайте на примере Испании. К примеру, вы получаете здесь в НЖ, в Испании, и начинаете жить на территории Испании, то есть вы являетесь налоговым резидентом Испании. Каждый год вы подаете декларации, ко всем своим доходам, расходам относитесь крайне аккуратно. Но проходит там 5 лет, как правило, в Испании это 5 лет для тех, кто живет на постоянной основе в Испании. В некоторых случаях до 10 лет, если вы приехали в Испанию и живете на территории Испании, но получаете доход из-за рубежа. И даже до 20 лет есть такие случаи, подписчики писали уже, что к ним приходят налоговые через 15-20 даже лет, чтобы уточнить. Вот эти операции, вот эти доходы, как правило, это большие сроки на зарубежные поступления, то есть когда вам поступают бабки из-за рубежа. К этим доходам Испания относится крайне аккуратно и у них есть большой промежуток для запроса. То есть если вы получаете на территории Испании, это у нас идет 4 года по закону, то есть у вас могут истребовать уточнение ваших доходов только на протяжении 4 лет. И если это касается зарубежных поступлений, то здесь уже сроки гораздо-гораздо выше. Опять же, в зависимости от страны, то есть в каждых странах по-разному. Допустим, в Германии я знаю, что от 10 до 15 лет в среднем срок истребования уточнений по налоговым декларациям, по поступлениям на счета из-за рубежа. То же самое, по-моему, и в Италии. Могу ошибаться, но вы можете меня поправить. Опять же, ни в коем случае не путайте с банковскими проверками. Да, когда вы зачисляете деньги на счет из-за рубежа особенно, либо вы наликом приносите деньги на счет и зачисляете, банк должен проводить проверку. Это одна проверка. Налоговая проверка – это уже другая проверка, которую проводит налоговая. То есть они сначала запрашивают бумаги в банке, если у них по каким-то критериям бумаги ваши не подходят, они обязательно у вас запросят уточнение, запросят дополнение, и у вас будет ограниченный промежуток времени. Исходя из понимания того, что налоговая приходит не сразу, желательно все свои документы, желательно в переведенном видео, допустим, на территории Испании требуют арбитражный перевод обязательно, желательно все эти документы хранить максимально долго. Субтитры сделал DimaTorzok